Касаемо того, что сейчас происходит в Турции, читал комментарии, видел мнение о том, что это, мол, новое какое-то оружие, которое связано с тектоническими плитами и так далее, которое вызывает, соответственно, землетрясение. Что думаете по этому поводу? Вообще возможно такое или это все просто выдумки? Я первым делом полез на моделирование Солнечной системы. Я все придерживаюсь версии, что на землетрясение оказывают значительное влияние положение небесных тел. То есть тела могут как сжимать землю, так и выпускать, вырывается. Когда земля выходит из силового такого кольца, то есть было напряжение, потом резко пропало. Вот возможно, предварительно зашел, показал, что там может быть такой момент моделирования. Не очень хорошая была вот эта вот программка. Надо посмотреть в разных программках, сделать вывод. Или, ребята, если у кого-то есть время, посмотрите, есть там что-то стоящее или нет. Про применение оружия гравитационного. Гипотетически это возможно, но я не думаю, что вероятность того, что это действительно была применена по Турции и по Сирии со стороны России, она стремится к нулю практически. Там не говорится со стороны чьей страны, там в принципе, что это испытывает оружие и так далее? Очень мало вероятно. Ну, во-первых, у нас интеллектуального доступа на эти технологии не просматривалось, у Штатов не было. Вообще по внешнему миру все сидят на релятивизме. Пока вы сидите на релятивизме, вы ничего серьезного о физике создать не можете. Какие-то инженерные разработки, ваши инженеры, вопреки физике, будут расшевеливать, но ничего такого, это практически вероятность никакая у этого момента. Но то, что в плане катаклизмов на планете сейчас идет нормальная такая борьба, в этом я практически уверен. Вот эти конфликты на уровне погоды, погодных катаклизмов, это прямо те события, когда затопилось сначала Китай и Дальний Восток у нас, потом наши самолеты полетели в Америку, первый раз была лютая стужа и дальше пошла вот эта вот раскачка. Мы по общей статистике видим прирост всяких вот таких всевозможных климатических событий, которые можно списать на рукотворный фактор. Действительно сейчас, если мы со 100% уже с точностью предугадываем погоду, да, то мы в рамках вот этой схемы можем просчитывать и инструменты влияния. Там эффект бабочки, не бабочки, ну достаточно распылить с топливом самолетов такого-то числа, прошедшим по такому-то маршруту какой-то реагент, и все. И будет запущен процесс. Я думаю, что это полный рост мы имеем. Америка свои возможности с 50-х, 60-х годов демонстрировала, когда Монсанта отжимала земли, когда с Вьетнамом воевали, демонстрировала свои возможности распылять воздействие на погоду. Ну, просто сейчас борьба, война. Думаю, что так. Нормальная вероятность. Наткнулся на такое мнение интересное достаточно, вот, о том, что у нас, по сути, разрешены два одних самых достаточно сильных наркотиков, это, по сути, никотин и алкоголь, ну, в принципе, спирт, вот, в свободном доступе продаются и так далее. Все остальные наркотики запрещены в силу того, что они достаточно быстро убивают человека, и он, соответственно, не может приносить пользу государству. А вот эти, как раз, никотин и алкоголь убивают достаточно медленно, но все-таки убивают, и поэтому человек не доживает до пенсионного возраста. То есть он работает, приносит прибыль, а потом не забирает у государства денег на свою пенсию, не доживает до старости. Что думаете по этому поводу? Я думаю, что регулирование кишечных процессов в организме, вот, если мы начнем бактерии регулировать в организмах, в лихобитающих, это будет перебор. Вот. Когда Горбачев вырубал виноградники по нашей стране, вот мне хотелось его прибить, прям, просто этого дебила. Человек и алкоголь – это такая связка, не мы ее начали, не нам ее разрушать. Вот есть алкоголь и есть алкоголизм, это разные вещи. Вот некоторые люди, они повержены в эту болезнь, в этот алкоголизм. Группа людей повержены, привержены, повержены. Они не могут от зависимости от этого избавиться. И в то же время, одновременно с этим, множество людей на планете имеют нормальное, спокойное отношение с алкоголем. Ну, вот, французы пьют вино красное, да, ну и хорошо, ну и пьют, и что такого. Витаминчики попадают в организм, какая-то там доля алкоголя попадает. Что в этом плохого? Как-то они стали от этого хуже, французы, как-то они вымерли от этого больше, чем другие. Это вопрос умеренности и способности людей контролировать себя. От неумеренности может быть, как бы, что угодно. Другая часть – это никотин. Вот с никотином здесь ситуация гораздо похожа. Во-первых, его просто сразу бы выкосить весь. Это привезённая вредятина, которая инородная, чужестранная, да, американская какая-то, которая, во-первых, указывает вполне конкретный вред. Он вреднее всех алкоголей, и умеренных, и неумеренных. Начиная от стоматологии, кончая всей этой пульмонологией, лёгкие, очень много других процессов. Это вот реальный вред. Сам по себе это вред, да, плюс это источник нашего отравления. Это когда на импортных товарах нас непосредственно травят. Вот через никотин заходит очень много, и эти данные периодически всплывают, и некоторые данные просто даже игнорировать невозможно, да, что всплывают вот эти моменты, что кроме естественного вреда от никотина, туда существуют дополнительные добавки, которые нам помогают болеть, умирать. Никотин я бы полностью устранил из жизни. Ну, как не устраняют? Устраняют никотин. Ты же заходишь в магазин, ты уже не видишь на прилавках горы сигарет. Раньше это было нормально. Раньше все сигареты открыто лежали. Ну, сейчас их спрятали. Да, а это вот как раз одна из мер. Запретили рекламу табака на телевидении. Это одна из мер. Мы постепенно сужаем эту область. И у нас как бы... Плюс подорожание санкций вот в эту сторону. Да, ну мы сужаем и боремся, это хорошо. Ну, вообще, возможно ли такой сценарий, в котором... Ну, условно, через 10 лет никто не будет курить. Ну, возможно, через 20 лет, я думаю, возможно. Ну, будет там совсем уже немножко. Ну, он такой там... Аскон Петров закурит где-то и успокоится. Остальные уже... Ну, уже и так стыдно курить, плохо курить, неприятно курить. Бессмысленно курить. Нигде нельзя курить. Вот. И хорошо, и хорошо. Курение вред. По остальным наркотикам, ну да, тоже так, наверное. Наркотик, это воровство жизни. Вот. У человека украли жизнь. Какую-то часть жизни. А то плохо. Это разрушение личности. Это не дает возможности ему сформироваться. Он занят и тем, чему ему. По смыслу, надо заниматься. Наркотик и зло. Страшно зло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok